Итак, действительно ли цвет нашей одежды влияет на то, как мы воспринимаем других и как мы воспринимаем себя? Сейчас сезон американского футбола, поэтому давайте поищем ответы на поле. Исследования показывают, что игроки в форме темных цветов, особенно черного, ведут себя агрессивнее. Но что интересно и немного печально для игроков в черном, судьи также воспринимают их как более агрессивных. Агрессия может быть преимуществом в спорте, но хорошо ли это? Перевешивает ли пользу от нее, если из-за нее будут штрафы? Я не нашел исследований на эту тему. Но я знаю, что следующий пример использования цвета, который существует с 1979 года, звучит невероятно. В 70-х в университет Айовы позвали тренера из Техаса Хайдена Фрай. Он закончил местный университет со степенью по психологии и вспомнил одно из исследований о влиянии розового цвета на мужскую психологию. Его проводили в военно-морском исправительном центре США и длилось оно более 200 дней. Ряд заключенных отправляли в розовую комнату. Было выявлено, что 15-минутное пребывание в этой комнате снижало агрессию и расслабляло мышцы. Эффект длился целых 30 минут. Вернемся к университету Айовы и их хитрой тактике. В 1979 году Хайден Фрай приказал покрасить раздевалку в розовый цвет. Не только шкафчики, но и писсуары, стены, потолки. Каждая поверхность в этой раздевалке была розовой. Результаты? Команда Айовы превзошла все ожидания в 80-х годах. Итак, если цвет обладает такой силой, как его можно использовать в своем гардеробе? Во-первых, темно-синий цвет. Психологический эффект, который он оказывает на вас – чувство спокойствия, уверенности, доверия. А как вас в нем воспринимают окружающие? Как надежного, профессионального и зрелого? Темно-синий – один из самых простых цветов для интеграции в гардероб. Да, можно носить рубашки, но самый простой вариант – это джинсы, костюм или брюки чинос. В целом, темно-синий цвет составляет около 18% мужского гардероба. У меня, наверное, вдвое больше. Лично я, как отец, люблю этот цвет, так как на нем не видны пятна, и он сочетается с большинством вещей. Далее – темно-серый. Надев его, вы воспринимаетесь утонченно, уравновешенно и элегантно. Для остальных вы выглядите стильно, вне времени и сбалансировано. Есть также исследование, которое показывает, что мужчины, носящие темно-серый, воспринимаются как более умные. Серый, по сути, это не цветы, поэтому я его люблю. Его очень легко носить. Также он хорошо сочетается с пиджаками. Серые рубашки тоже можно, но я бы не советовал. А серая обувь – это смело, привлекает внимание, и ее легко сочетать с другими вещами. По исследованиям, темно-серый составляет около 15% мужского гардероба. У меня – около 5%. Далее – белый цвет. Чувства, которые он дает владельцу – это оптимизм, ясность и чистота. Эффект. Для зрителя, те, кто носит белое, воспринимаются как прямолинейные, безупречные и искренние. Прозрачность, честность, новое начало – все это ассоциируется с белым цветом на Западе. Наверное, вы уже догадались, что самый простой способ носить белый для мужчины – это рубашки, будь то футболка, рубашка с воротником, просто рубашка на пуговицах. Белая обувь – тоже хороший вариант. Это привлекает внимание и популярно среди молодых. Но что касается практичности, белый может быть довольно сложно чистить. Я в своем гардеробе предпочитаю белые рубашки, особенно с воротником. Белых вещей мужчин в среднем около 12%. У меня немного поменьше. Следующий цвет – черный. Он придает владельцу ощущение силы, элегантности, таинственности. Черная униформа делает мужчину более агрессивным, но в сочетании с костюмом придает чувство уверенности. А как насчет окружающих? Что они ощущают, видя мужчину в черном? Напористость, авторитет, загадочность. Мужчина в черном привлекает внимание и вызывает уважение. Обычно черный составляет 10% гардероба. У кого-то намного больше. В моем случае – поменьше. У меня нет черного костюма, хотя нет, есть один, но я редко его ношу, потому что считаю, что он для официальных встреч. Черные футболки и черные джинсы – есть по одной паре, и я редко ношу и то, и другое. А вы как думаете, кто-то не согласен с моим мнением о черном костюме? Или кто-то просто предпочитает черные джинсы и черные рубашки? Напишите об этом в комментариях. Оливково-зеленый, его около 8% в мужском гардеробе. Но в моем его немного больше. Психологический эффект, который он оказывает наносящего – это спокойствие, близость к природе, чувство энергии. Лично я очень люблю этот цвет. Он один из моих любимых, и действительно, он придает мне чувство уверенности. Да, хотя я рассказываю о восприятии цвета окружающими, на вас он тоже действует. И если вы получаете комплименты, когда носите тот или иной цвет, возможно, это из-за ваших личных ассоциаций. Так вот, оливково-зеленый, как его воспринимают большинство людей? Если вы его носите, вас воспринимают как надежного, приземленного, безмятежного. С чем носить оливково-зеленый? Он отлично смотрится в пиджаках, особенно в повседневных. Он также подходит к брюкам чина с рубашком, и, возможно, обуви, особенно замшевой. Далее коричневый эффект на владельца – стабильность, надежность и теплота. Обычно в мужском гардеробе его 7%, в моем – около 15%. Для меня коричневый цвет – это комфорт и надежность. Это очень приземленный цвет, и он подходит для этого времени года. В таком цвете большинство моей обуви и многие куртки. А как вас воспринимают окружающие, когда вы одеты в коричневый? Он считается одним из самых надежных цветов. Если хотите сойти за своего, если хотите, чтобы людям было комфортно с вами, присмотритесь к коричневому цвету и попробуйте вписать его в гардероб. Кроме обуви и курток, обратите внимание на свитера. Есть полно отличных вариантов темно-коричневых свитеров, особенно из кашемира. Людям сразу захочется быть рядом с вами. Далее светло-голубой. Составляет около 7%, у меня немного больше. Я люблю его, ведь это цвет мира. Еще это приветливость, расслабленность, спокойствие. Если вам нужен цвет, который поможет успокоить шумную аудиторию, проведите презентацию в светло-голубом пиджаке или рубашке. Эффект на зрителя вы будете казаться дружелюбным, легким в общении, заслуживающим доверия, просто человеком, которому можно подойти и пообщаться. Почти все воспринимают этот цвет так. Он преобладает в рубашках. И не зря, рубашки такого цвета можно сочетать, надевать с пиджаком и без него. У меня есть такой пиджак. Можно даже подобрать брюки светло-голубого цвета. Но я стараюсь избегать светлых цветов, потому что боюсь запачкать брюки. Со мной это постоянно. И да, купите светло-голубую рубашку пола, она вам пригодится. Далее красный около 4%. По-моему, это много, у меня его меньше. Я использую его как акцент и редко ношу как самостоятельный предмет. Хотя у меня есть красная рубашка, которая скорее... Я бы назвал ее скорее розовой. И не зря, ведь психологическое воздействие на владельца заключается в чувстве смелости, страсти, энергии. Красный заставляет кровь бурлить. А те, кто видит вас в красном, чувствуют энергию, уверенность, динамизм. Красный цвет привлекает внимание. Красный – это смелое заявление. Именно поэтому он так часто встречается у политиков, особенно в галстуках. Задумайтесь, красный галстук сочетают с синим костюмом, который создает ощущение доверия. Но красный галстук символизирует власть. Проводилось исследование, люди действительно больше доверяют такому человеку даже до того, как он заговорит. И нужно сказать, что красный также может быть очень привлекательным, особенно для дам, и в меньшей степени для мужчин. Исследования показывают, что мужчины с небольшим количеством красного в одежде воспринимаются как более привлекательные. В одном эксперименте показывали одного и того же мужчину в свитере. Один свитер был красный, другой синий и белый. Но человека в красном всегда называли самым авторитетным. Итак, из всех цветов, о которых мы говорили в этом списке, красный, вероятно, самый сильный. Не стоит с ним перебарщивать. Как в еде, небольшое количество усилит вкус, а перебор красного подавит все остальное, и вы станете похожи на клоуна. Возможно, вам подойдет красная рубашка Пола, или красные брюки Чинос, или если вы хотите создать классический образ с темно-синим блейзером. Суть в том, чтобы найти, как можно... Суть в том, чтобы найти, как можно использовать красный, не делая на нем явный акцент. Говоря об эмоциях и восприятии, я имел в виду людей Запада. Поймите, что в Китае, Индии, Южной Америке восприятие цвета может быть другим. И мне бы очень хотелось услышать ваше мнение. Я знаю, что вы здесь со всего мира, поэтому поделитесь своим опытом в отношении определенных цветов. Далее фиолетовый, темно-фиолетовый, или даже лавандовый. Хотя лавандовый гораздо слабее. Но в целом, фиолетовый для меня это цвет индивидуальности и роскоши. Если вы в курсе, то этот цвет было очень сложно производить на протяжении большей части истории. На изготовление красителя из десятков тысяч улиток уходили недели. Именно так его получали. Это был сложный и вредный процесс. Поэтому и по сей день, когда люди носят фиолетовый, это считается чем-то необычным. Поэтому если вы индивидуалисты носите фиолетовый галстук, когда все остальные носят красный, то вы выделяетесь из толпы. Когда люди видят кого-то фиолетовым, они воспринимают его как новатора. Включить фиолетовый в гардероб немного сложнее. Можно найти рубашку темно-фиолетового цвета. Мне они попадались в самых разных материалах. Она может выглядеть очень красиво и необычно в сочетании с правильным пиджаком. Носки, аксессуары. Вот где мы чаще всего встречаем фиолетовый. Нагрудные платки, галстуки. Я также встречал его в качестве акцентного цвета в пиджаках и рубашках. Далее желтый, который занимает 3%. У меня лично очень мало вещей такого цвета. Эмоции, которые он вызывает у владельца, это радость и жизнерадостность. Когда люди видят кого-то в желтом, он кажется им ярким, оптимистичным, жизнерадостным и теплым. Как и фиолетовый, желтый обычно не используется в пиджаках, брюках. Иногда в рубашках, но лучше всего он подходит для аксессуаров, так что надевайте галстук, нагрудный платок, желтого или золотого цвета, чтобы привлечь внимание. Как и красный он это делает, это скорее радостное внимание. Он также хорошо смотрится в носках. А как насчет оранжевого? Да, будучи фанатом Техас Лонг Хорс, мне кажется, что это редкий цвет в мужском гардеробе. Чувства, которые этот цвет вызывает у вас, это энтузиазм, жажда приключений и общительность. В виде кого-то мы думаем, что этот человек веселый, живой, приветливый. Во многом цвет очень похож на желтый, он считается очень игривым цветом. И опять же, его чаще всего носят с аксессуарами. Тем не менее, я видел куртки такого цвета и шорты, которые хорошо сочетаются с темно-синей рубашкой. И, конечно же, нельзя забывать о розовом, верно? Занимает 2% чувство, доброта, игривость, открытость. Мужчины, умеющие носить розовый, считаются более уверенными в себе, современными и понимающими. Господа, если вы носите розовый, значит, умеете управлять своими эмоциями. Ну, возможно. А что насчет золота, серебра, ювелирных, изделий? Посмотрите это видео, где я рассказываю об украшениях. Должен ли мужчина их носить? Как он должен их носить? Если вам понравилось сегодняшнее видео, понравится и это. Жмите сюда. Да.